Уже не первый год активисты ОНФ ведут надзорную деятельность в сфере безопасности пассажирских перевозок. И каждый раз тут есть о чем поговорить. Нарушение ПДД несоответствия в техническом состоянии транспортного средства, отсутствие культуры вождения. Вот лишь малая часть того, на что обратили свое внимание представители ОНФ. Много у нас пассажирского транспорта и в городе Черкесске, и не только в городе. Но зачастую мы видим, мягко говоря, нарушение правил дорожного движения водителями этого транспорта. Много таких случаев у нас накопилось. Сегодня хотим рассмотреть этот вопрос. И какие-то действенные решения должны быть приняты по итогам. Мы уже подготовили предложение о том, чтобы все-таки сделать межведомственную рабочую группу, которая бы оперативно могла реагировать и пресекать подобные нарушения. На заседании общественники продемонстрировали видеоматериал, снятый активистами ОНФ в рейде по общественному транспорту Черкеска, где наглядно продемонстрировали нарушения лишь на одном участке города. По словам пассажиров, наибольший дискомфорт в работе общественного транспорта им доставляет проблемы, связанные с безопасностью движения. Водители маршрутных такси часто разговаривают по телефону. Предпочитают агрессивный стиль вождения, грубят пассажирам. Частные перевозчики не следят за техническим состоянием транспорта. В салонах грязно не соблюдены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров старшего поколения. Нарушения не есть, конечно, их много. ГИБДД, к сожалению, на сегодняшний день не обладает такими ресурсами, чтобы на сегодняшний день отслеживать каждое нарушение каждого автобуса. Потому что помимо автобуса у нас еще транспорт, к сожалению, очень много. В республиканском центре в частности работа проводится. Могу сказать, что с начала только текущего года в отношении водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, составлено около 550 административных правонарушений. Это цифра, которая говорит, я считаю, что о многом. Поэтому, как бы, считаю, что эта проблема должна решаться, начинать решаться, в первую очередь, с самому транспортному предприятию. По итогам выявленных нарушений активисты ОНФ обратятся в администрацию Черкеска с предложением о принятии мер по предотвращению неправомерных действий организаций, предоставляющих услуг перевозки пассажиров. Ринат Ибрагимов, Назир Капушев, Архиз 24